Новая власть, новое правительство Кыргызстана взяло курс на подъем именно собственной экономики. Нами предпринимаются все меры для того, чтобы вот эти объекты начали работать. И уже есть первые результаты. И в качестве инвесторов, казахские инвесторы, с прошлого года, кстати говоря, несмотря на какая была ситуация в прошлом году, вы знаете, но несмотря на это, объем инвестиций из Казахстана был увеличен более чем в два раза. Поэтому, когда говорят о Кыргызстане, что кто-то туда побаивается ехать, на Иссыкуль, ситуация не только в Иссыкульской области, в целом в Кыргызстане, она полностью стабилизирована. Ваши граждане, кто приезжает с Алматы, из других регионов, с России, они приезжают и потом говорят, слушаю, у вас все хорошо, все нормально, мы не понимаем, почему нам говорят, что в Кыргызстане там не очень все хорошо. В самом центре евразийского континента расположена удивительная горная страна – Кыргызстан. Значительная ее часть покрыта горами Тиньшане. Здесь находятся одни из самых высоких пиков в мире – Хантенгри и Победа. С севера к Кыргызстану примыкает Казахстан, с запада – Узбекистан, с юга – Таджикистан и Китайская Народная Республика. Национальная денежная свободно конвертируемая валюта – Сом. Столица – прекрасный зеленый город Бишкек. Путешествуя по Кыргызстану, в течение одного дня вы можете пересечь практически все климатические зоны – от вечных ледников до зеленых долин, встретить множество животных и растений. Одно из главных природных богатств Кыргызстана – это бесчисленные реки и озера. Главным из них по праву может считаться высокогорная жемчужина – озеро Иссыкуль, теплое озеро. Оно не замерзает зимой, а летом вода в нем прогревается до плюс 24 градусов Цельсия, располагая к прекрасным курортным условиям для отдыхающих. Ведь Иссыкуль окружен кольцом гор Кунгей и Терскей-Алатоу. И это создает великолепный микроклимат в сочетании со свежим чистым воздухом и соленой водой озера. На его берегах располагаются отели, пансионаты и санатории. Многие из них круглогодично принимают посетителей. Помимо великолепного отдыха, приезжие получают полноценное лечение, проводят семинары и соревнования. И именно здесь, на северном берегу озера, в селе Чон-Сары-Ой, мы предлагаем разместить международный мемориально-исторический комплекс имени Курманжан Датки. Курманжан Датка, как выдающаяся государственная историческая личность, дальновидный политик и тонкий дипломат, занимает особое место в истории кыргызского народа. Датка жила интересами своего народа и отстаивала свободу и независимость в свой нелегкий, жестокий XIX век. Она по-прежнему остается образцом государственного политического деятеля служения своей родине. Весь комплекс сосредотачивается в прибрежной зоне на площади более 21 гектара, включая буферную, парковую и пляжную зоны. Общая площадь застройки составляет 8 гектар, а вся территория комплекса поделена на 6 основных функциональных зон, описание которых мы собираемся сейчас представить. Первая – входная зона. Сюда относятся павильон главного входа с административными и торговыми помещениями, а также гостевая охраняемая стоянка на 150 автомобилей. Гостей приветливо встретят, быстро разместят, а за автомобиль можно совершенно не переживать. Вторая – хозяйственная зона, которая включает производственно-административный блок, автогражд с мастерскими, складские помещения, прачечную, электрокотельную, тепличное хозяйство и прекрасный фруктовый сад. К ней же относятся водозабор с водонапорной башней, трансформаторная подстанция, очистные сооружения с насосной станцией. Третью зону занимает сам историко-мемориальный комплекс. В его состав входят памятник Курманжан-Датке и фонтан на центральной площади комплекса с монументально-скульптурной композицией «Женщины во имя мира». Сюда же включается музей кочевой культуры, подразделяющийся на музей древней истории кыргызов, монументально-скульптурную композицию основателей кыргызского государства, курган-светилище с памятниками архонно-енесейской письменности и каменный сад, а также юрточный аил с павильоном национальной кыргызской кухни на 100 посадочных мест и пространственно-декоративную композицию «Вход пропилеи» музея кочевой культуры. Четвертая зона – это мощный ультрасовременный многофункциональный гостиничный комплекс на 500 мест с номерами класса полулюкс, люкс- и VIP-апартаментами, внутри которого располагаются просторные административно-приемные помещения, блок ресторанов на 350 и 150 посадочных мест с разнообразной кухней, киноконцертный зал на 400 мест, в котором можно проводить и обучающие семинары, и лекции, зимний сад с декоративными и вечно зелеными растениями, музей истории стран СНГ и великих личностей, а также арт-галерея выдающихся женщин мира, конференц-зал на 200 мест, оборудованный новейшей техникой, небольшой уютный кафе-бар на 50 мест, современное интернет-кафе на 20 и 150 посадочных мест. Здесь же располагается и спортивно-оздоровительный комплекс, который включает центр грязелечения и минеральные источники, фитнес-центр с салоном красоты, центр матери и ребенка, плавательный бассейн на 50 метров, офисные помещения на 120 мест и музей основных мировых религий с террасой для медитации. Пятая зона – коттеджная застройка. Это пять различных типов одно- и двухэтажных коттеджей с варьированной планировкой и имеющих набор всех необходимых для комфортного обитания помещений. Зона изолированная, имеет контрольно-пропускной пункт, автостоянку и служебные помещения. Также зона оборудована различными детскими игровыми площадками. И последняя, шестая зона – парково-пляжная. В ней объединены все сооружения спортивно-развлекательного характера. Сюда включаются и теннисные корты, и универсальная баскетбольная площадка с трибунами на 250 мест, площадка для национальных видов спорта, открытый амфитеатр с эстрадой на тысячу зрителей, где можно проводить различные общественные мероприятия, колесо обозрения, с которого открывается великолепная панорама озера, площадка пляжного волейбола с трибунами, пляжный рыбный ресторан, шашлычное, детский аквагородок и яхт-клуб с эллингами, искусственной яхтенной бухтой с волнорезами, пирсом и маяком. Ориентировочная стоимость данного комплекса составляет 18-20 миллионов долларов США, окупаемость объекта 6-7 лет. Процесс строительства должен быть завершен к 2010 году. Этот комплекс будет безусловно интересным, привлекательным и выгодным для возрастающего с каждым годом потока туристов. Многофункциональное и вместе с тем универсальное направление объекта, ориентированное не только на отдых, но и на лечение, позволит ознакомиться с историей, культурой и бытом кыргызского народа, а также историей государств СНГ и жизнедеятельностью великих деятелей мира. Позволит проводить здесь международные саммиты на государственном уровне, международные симпозиумы по гендерной политике и роли женщины в современном мире, учебные мероприятия, спортивные соревнования, тренинги и семинары, культурные фестивали, предлагая все самое лучшее без жителям Кыргызстана и зарубежным гостям круглый год. Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана. Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана. 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 Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана. Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана и зарубежным гостям Кыргызстана.